МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все, утро началось. Началось утро в большом городе. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья. У нас для вас хорошая новость и плохая новость. Лето в самом разгаре, а плохая новость в том, что второй месяц лета подходит к концу. Если вы еще не успели загореть, не успели искупаться, не успели совершить какое-нибудь, как говорит наша Юля Задорная, и-ха, то самое время к этому приступать. Вот, например, я так понимаю, что у тебя уже очень чемоданное настроение. Не смей делать и-ха при людях. Так, у нас новостей в год. Хватит хик, как рассказывают. Все, поехали, друзья. Вы спали, а этой ночью американцы ввели новые санкции против российских бизнесменов и российских государственных предприятий. В частности, под санкции попали Ижевский механический завод, но это тот, который производит, на секундочку, пистолеты системы Макарова. А кроме того, санкции введены против ряда бизнесменов. Например, против Александра Януковича, сына экс-президента Украины. Кроме того, против предпринимателя Бориса Ротенберга, это сын российского олигарха. Против сына Бориса Ротенберга, это сын российского олигарха Романа Ротенберга. Ну и самое главное, введены санкции против ряда предприятий, принадлежащих российскому олигарху Геннадию Тимченко. А на секундочку, на секундочку, это именно тот бизнесмен, который получил подряд на строительство моста в Крым. Поэтому, в общем, вещи говорят сами за себя. Никто не ждал, а американцы даже не анонсировали введение новых санкций. Но вот такая вот новость с утра. Получите ее на нашем информационном блюде. Интересно. Еще одна очень актуальная новость, новость, которую обсуждают в социальных сетях, это то, что пограничники тоже хотят делать селфи. Поэтому они начали делать реформу по примеру полиции. Вот, друзья, вот такая вот новость уже есть. В спеццентре Государственной пограничной службы Украины сообщили, что с 1 августа их ведомство начинает пилотный проект реформы личного состава. В его рамках планируется полностью сменить сотрудников подразделений, которые выполняют задачи в аэропортах Киев и Гастамель. Вот. Там целый ряд, на самом-то деле, изменений. Если хотите, заглядывайте, изучайте. Там очень много. Из важных моментов, это то, что им будет платить как минимум 8 тысяч гривен, и за госсчет обеспечивает жильем, будет за госсчет снимать квартиры. И форма новая. Форма новая. Простите, вы пограничник? Можно заставить? Друзья, ну, между тем, все эти новости, свидетельствующие о том, что мы готовимся жить в новой стране, не отменяют новостей, которые свидетельствуют о том, что мы продолжаем жить очень даже в старой стране. И в частности, новость о том, что попался на взятки сотрудник СБУ, более того, офицер главного управления СБУ по Киеву и Киевской области, он попался на взятки в 40 тысяч гривен. Между прочим, этот самый человек собирался подаваться на должность детектива антикоррупционного бюро. Но это хорошая новость в том плане, что правоохранители работают, служба внутренней безопасности работает. Посмотрим, как будет получать ли эта история какое-то развитие. Но так или иначе, калейдоскоп утренних новостей состоит из самых разных деталей, в том числе из тех, которые готов вам рассказать, Антон. Я сейчас такую деталь покажу. Друзья, вот если у вас есть много свободного времени, друзья, арбуз, рука и нож, вот все так совпало, вы можете повторить наше следующее видео. Оно прикольное, смотрим. Итак, вот берется арбуз, аккуратненько его вот так вот, видите, надрезаем. Монеточка тоже нужна. Вот так вот все. Ну. Углубили, наметили линию. Киа! И... Ну что, друзья пришли, и ты такой рукой по арбузу ударил, все. Типа... Как они тебя бояться будут? Угу. Киа! Тшшш! Этот удар я тренировал 40 лет в монастыре Шаолинь. Если плохо надпилить, и будет смешно потом у травматолога. Тоже весело. Слушайте, ну, не знаю. Антон говорит про вещи, которые производят впечатление. На мой взгляд, значительно большее впечатление производят те решения, которые попадают в категорию новостей из серии «Политика». Так вот, Нидерланды заявили, что есть три альтернативы созданию международного трибунала, который, как вы помните, в Совбезе ООН заблокировала Россия. Раз уж под эгидой Совбеза ООН не получилось создать международный трибунал по сбитому летом прошлого года на Донбассе Боингу, то есть альтернативы. Первая альтернатива – это создать аналогичный трибунал под эгидой не Совбеза, а Генассамблеи ООН. Потому что там ни у кого нет права вета, и можно создавать подобный международный суд просто при помощи двух третей голосов. Второй вариант – это объединиться пяти странам и создать такой наднациональный суд. То есть, например, объединяются Нидерланды, Бельгия, Малайзия, Украина, Австрия и создают совместным решением подобное судебное мероприятие. Проблема в том, что ООН, конечно, если бы под эгидой ООН создавать, то она бы дала международные ордеры на арест тех людей, которые будут признаны виновными. А все-таки суд на... ну, как бы, наднациональный суд немножко пониже, пожиже, если угодно. Ну да, там же удобство было в том, что если бы при Совбезе создали они этот трибунал, то любая страна обязана была бы выдать для следствия любого подозреваемого. Ну и третий вариант – это просто создать такой национальный суд в рамках юрисдикции Малайзии или Нидерландов, и, соответственно, все заседания проводить в рамках него. Но тут самое главное что? Что несмотря на то, что Россия заблокировала инициативу по созданию трибунала, все равно западное сообщество пытается найти альтернативы для того, чтобы обойти это вето. И я думаю, что оно не успокоится. Знаешь, я после одной трагедии на Олимпиаде помню, там одна страна вообще такой, международный трибунал своими силами провела. Вообще никого не сильно заморачиваясь. Не люблю я твоих исторических аналогий. Ладно, поехали дальше. Друзья, для всех украинцев уже многие месяцы является очень важной новость про судьбу Надежды Савченко, что с ней происходит. Украинскую летчицу могут обменять на российских спецназовцев Александрова и Ерофеева. Вот эта вот новость сейчас в соцсетях одна из самых обсуждаемых. Сообщение адвоката Надежды Марка Фейгина взбудоражили реально всю страну. Тем более в СБУ не исключают обмена этих двух товарищей до суда. То есть, в принципе, достаточно быстро процесс может быть произведен. Мы напрямую связались с Марком Фейгином и спросили, откуда у него основания для таких заявлений. Поэтому слушайте, что он нам ответил. Это вопрос сугубо политический. Это не вопрос процессуальный. Нет таких норм, благодаря которым этот вопрос можно было бы решить напрямую, как в случае с Минскими соглашениями. Здесь этот вопрос может разрешен только благодаря соглашению о правовой помощи между Россией и Украиной. И, соответственно, в случае вступления в решение суда в силу, отбывать наказание тех и других могут отправить, соответственно, по месту их гражданства. По запросу Украины Савченко из России в Украину. И Ерофей Александрова в Россию по запросу России по отношению к Украине. Переговоры эти шли, да. Они шли. Мне очень хорошо. Что будет происходить в ближайшее время, я сказать не берусь. Непосредственно в переговорах я не участвую. Я получаю информацию опосредованно. Ну, вы знаете, во всей этой идее об обмене российских спецназовцев на Надежду Савченко есть одно «но». Дело в том, что Россия уже успела отказаться официально от своих спецназов, заявить, что они не служат, на данный момент не являются ее военнослужащими. Поэтому она может просто пренебречь такой перспективой обменять собственных солдат на украинскую летчицу. Но есть еще одно небольшое информационное дополнение к этому всего. Киев заявил, что будет подавать в Европейский суд по правам человека иск к России по поводу задержания из суда над Надеждой Савченко. И он будет, официальный Киев, выступать в роли официальной стороны этого судебного процесса. Разумеется, никаких быстрых итогов от подобного иска ждать не стоит, потому что все дела в ЕСПЧ рассматриваются довольно долго, довольно основательно. Но, тем не менее, вот такая вот новость есть. Мы ее вам рассказали. Утро в Большом Городе продолжается. У нас много новостей, много интересного. И у нас очень интересный гость. Друзья, что стоит за новыми назначениями в Генпрокуратуре? Когда ждать нового скандала? Чем на самом деле занимаются реформаторы системы? Обо всем этом будем спрашивать у заместителя Генпрокурора Виталия Касько. Не пропустите, уже очень скоро. Ну, равно как мы призываем вас, и не пропустите выпуски программы, которую готовят наши коллеги из проекта «Антизомби». Сегодня вечером в 2020 выйдет новая порция разоблачений. Ну, а прямо сейчас мы предлагаем вашему вниманию небольшой анонс того, что ждет вас сегодня чуть позже. Смотрите сегодня в программе «Два оплота русского мира год спустя». Тогда власти обещали восстановить разрушенные дома и наладить в городе нормальную жизнь. Почему освобожденный от русского мира Славянск живет значительно лучше областного центра? У меня внучок. Пантерсы не за что купить. Кормить не за что. Вообще ужас. Минские соглашения глазами кремлевских каналов. Ситуацию на востоке Украины обсудили по телефону лидеры стран Нормандской четверки. Что означает демилитаризация по-русски? Одна из основных тем встречи контактной группы по ситуации на Украине. И почему слова Бисмарха актуальны как никогда? Участники переговоров подчеркнули необходимость создания демилитаризованных зон. Невероятное приключение французов в Крыму. В эти минуты французские политики гуляют по красивейшей набережной Ялты. Как из частного визита малоизвестных политиков в России раздули мировую сенсацию? Санкции – это всегда знак слабости. Ответ тем, кто нам говорит, не надо, чтобы вы приезжали в Крым. А на кремлевских каналах, не дрогнувшей рукой, украинскую землю шведам продали. И, наконец, фронт вранья. Дорогу простреливают украинские снайперы. Свежие фейки российских каналов с передовой. За минувшие сутки силовики обстреляли территорию ДНР более 50 раз. Это антизомби. Территория без пропаганды. Это самая теория. Территория без пропаганды. Каждую пятницу на СТВ в 2020. Территория без пропаганды – это хорошо. А территория, где работают мозги, еще лучше. Но как-то таких территорий становится меньше. В России молодежная организация появилась «Хрюши против». Хрюши теперь против Хамона. Они объявили о начале серии рейдов по магазинам. Там они выискивают западную контрабанду. Так они называют продукты, которые попадают под российские санкции. Ну, Россия же отказалась от очень многих европейских продуктов после того, как на нее наложили санкции. Но вот эти вот самые европейские продукты, они клеят яркие наклейки. Читают лекции о контрабанде покупателям супермаркетов. Показывают итальянский сыр или испанский Хамона. Говорят, смотри, он вражеский. Он зло и незаконно пересек нашу границу. Набросится на тебя. У Антона идеальная история. Теперь приходишь в какой-нибудь московский магазин, сразу идешь и ищешь где-то эти наклейки. Вот наклеены. Так, можно мне вот все, где у вас наклеечки, это мне как бы в корзиночку, и я пошел на кассу. Я спасу вас от контрабанды. Но, понимаешь, дело в том, что вот эти хрюши, они все занимаются этим не просто так, от щедрот душевных. Им государство 6 миллионов выделило. 6 миллионов рублей. Да, ну, то есть, вот они, чтобы у них были красивые футболочки и красивые наклеечки, они подобным цирком могли заниматься. 6 миллионов рублей. А 6 миллионов рублей, я напомню, это 120 тысяч долларов, друзья мои. Ну, неплохо, да? В принципе, да. Кстати, друзья, по поводу цифр. Если уж вы любите мерить все математикой, то вот на те вам, пожалуйста. В 2013 году в Крым из Украины ездило порядка 4, около 4 миллионов туристов. Даже, наверное, чуть больше. А вот за весь нынешний год в Крым аннексированный приехал только 100 тысяч украинцев. Об этом заявил бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев. При этом надо учитывать, что многие из этих 100 тысяч человек, это те, чьи родственники просто-напросто продолжают жить на полуострове. Они ездят нередко просто в гости. Вот как сильно изменился турпоток. Раньше 70% туристов в Крыму это были украинцы, теперь 70% туристов в Крыму это россияне. Ну что, мы продолжаем, друзья. Пора переключаться на меня, я вам покажу действительно забавные вещи. Итак, любители низких частот, я знаю, вы есть, вы уже проснулись. Вот что такое по-настоящему крутой сабвуфер, я вам сейчас покажу. Он качает и рвет. Смотрим. Ну-ка. Вот, смотри. Ну-ну-ну. Это автомобиль. Увеличай превратил такую передвижную станцию. Смотри, измельчитель бумаги из сабвуфера получился. А зачем? А. Есть такие соревнования по звуку на... Переделывают в автомобиль, ставят очень сильную звуковую систему, качество звука, сила звука. Ну и сабвуфер. Это вот он звуком? Да, да, да. Это сабвуфер. Реально он так дает такой звук, что вблизи рвет эту бумагу. А можно мне, знаешь, какой самый большой внедорожник, я в него поставлю самую большую колонку? Самый главный вопрос, который возникает в связи с этим, а смысл? Ну, весело же. Ладно, поехали дальше. Еще одна интересная новость, которую я должен вам рассказать. Миллионы просмотров собирают по всему миру. Следующее видео. Ну вот, бывает иногда желание посмотреть, а что будет. Вот у ребят возникло желание посмотреть, а что будет, если мы со 126-метровой дамбы бросим вниз мяч. Итак, 20 миллионов 932 тысячи просмотров. Баскетбольный мяч, который летит вниз. Боже. И такой... Летит, летит, долго летит. Смотри. Такого грандиозного плюха. Давненько не было. Ну, показывается механизм, что происходило. А скиньте мячик. И такие... Блин, я уже на обед и делаю. Все летит и летит. Друзья, вот так вот. Так что, если вы хотели сбросить мяч, то уже сделано все за вас. Мы вам расскажем, почему не стоит сбрасывать... Я не придумал, как привязаться, поэтому в лоб, друзья. Как черниговская гречка ухнется на октябрьских местных выборах. В чем сила копеечного, по сути, сухпайка, что приготовят на политической кухне уже через три месяца. Ответы от шеф-редактора «Утро в большом городе» Константина Игнащука уже совсем скоро в нашем эфире. Что стоит за новыми назначениями в Генпрокуратуре? Когда ждать нового скандала? Чем на самом деле занимаются реформаторы страны? А во всем спросим у заместителя Генпрокурора Виталия Касько. Не пропустите, друзья. Кстати, кстати, Генпрокуратура важна еще и тем, что она совсем скоро станет новым создателем рабочих мест. Любой человек с высшим образованием, с хорошим юридическим образованием сможет стать прокурором. Кстати, об условиях трудоустройства в прокуратуру тоже будем говорить с нашим гостем. Но это все после фактов. Спасибо, факты. Спасибо, Катя. Это «Утро в большом городе». Мы продолжаем. Друзья, в соцсетях активно обсуждается. Скотт Лантьярд заявил в суде о причастности российских властей к убийству Литвиненко. Появилась информация, что адвокат Ричард Хоруэлл, представляющий интересы лондонской полиции в суде по делу об убийстве бывшего сотрудника ФСБ, заявил, что российское государство в той или иной форме замешано в убийстве. Я не знаю, связано ли это с тем, что вчера вето наложили. Вы нам вето, мы вам за это. Я думаю, это классическая ситуация идеального шторма. Дело в том, что сперва лондонская полиция установила, что двое бывших сотрудников ФСБ России, именно Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, а Андрей Луговой, на секундочку, это теперь депутат Государственной Думы, приезжали к экс-майору ФСБ Литвиненко, попили с ним чаю, после чего тот умер от отравления радиоактивным полонием. Они заявили, что Луговой и Дмитрий Ковтун, как раз таки, скорее всего, судя по всему, и причастны к его гибели. Но они заявили, что у этих двоих ребят не было личных мотивов. И они, возможно, исполняли волю, ну, какого-нибудь большого государственного ведомства. Но справедливости ради надо отметить, что все же адвокат лондонской полиции сказал, что следствие не может установить конкретных заказчиков и организаторов убийства Литвиненко. Соответственно, это такое, повисшее в воздухе как бы обвинение. Безусловно, друзья. Но вот есть некоторые вещи, которые, на мой взгляд, более чем говорят сами за себя. Это, например, новость о том, что министр культуры России Владимир Мединский заявил, что сотрудники архивов не должны бороться с фальсификациями истории. Он заявил, что сотрудник архива – это не писатель, не борец с историческими фальсификациями. А если кто решит проливать правду на историю, то мы сочтем это как желание сменить профессию. А все это заявление не случайно. Дело в том, что чуть раньше Государственный архив России опубликовал доклад, который по большому счету свидетельствует о том, что подвиг 28 героев-памфиловцев является выдумкой журналистов. Более того, на самом деле... В 48-м году стало известно о том, что история про 28 памфиловцев – это выдумка корреспондента газеты «Красная звезда». Красивая пропагандистская выдумка, ну что ты сделаешь? И вот Владимир Мединский возмутился тем, что один из исторических мифов оказался развеян и запретил сотрудникам архивов расставлять точки над историческими буквами. А то еще другие исторические мифы развеют, вообще будет неудобно. Да, вы знаете, это плохо, когда национальное мифотворчество складывается из кубиков, которых на самом деле в истории не существовало. Ладно, давайте про объективную реальность. С контрабандой в Закарпатье борются по обе стороны границы. Вот такая вот новость есть в соцсетях. В Венгрии арестовали 18 таможенников за помощь украинским контрабандистам. Даже видео есть, давайте мы его покажем. Вот, что происходит. Спецслужбы задержали, вот на спинах надпись. Таможня и налоги. Ну, на самом деле, хотелось бы, чтобы такие новости поступали по обе стороны границы, из Закарпатья и из Венгрии. Ну, это, конечно, будем надеяться. Так, арестовали их за взятку, нарушение служебных полномочий. Ну, в любом случае, это пример, что, а можно и так выясняется. Выясняется, можно задерживать людей, которые нарушают закон. И потом их реально сажать. Слушайте, друзья мои, вы знаете, работа людей в форме, безусловно, опасна и трудна. Но не случайно и журналистику, в том числе, называют опасной профессией. Мы вам сейчас прямо это будем доказывать. На примере одного из роликов, который собирает миллионы просмотров, корреспондент делает свою работу. 4 миллиона 650 тысяч просмотров, не зная о том, что разворачивается за его спиной. Серьезные слова, серьезные интонации, серьезные темы и серьезный фон, между прочим. Насколько я понимаю, это здание британского правительства у него за спиной. И двое-двое фокусников показывают магическое шоу, в то время как корреспондент вещает на вполне себе серьезные темы. Это та самая история, когда уже не важно, о чем говорит человек в кадре. Это незначительно важнее то, что происходит на этом фоне. На самом-то деле потом выяснилось, что это все не более чем постановка, и что корреспондент тоже был в курсе. Вот так вот разрушается. А представьте, как было бы здорово. Да, ты работаешь, а у меня там сейчас за спиной, например, я не знаю. Чашки кофе стоят. Что, правда? Ладно, друзья, поехали дальше. Утро в большом городе продолжается, вас ждет много интересного. Что стоит за новыми назначениями в генпрокуратуре? Когда ждать нового скандала? Чем на самом деле занимаются реформаторы системы? Спросим у заместителя генпрокурора Виталия Касько. Не пропустите. Скоро, скоро, скоро. Вы знаете, по поводу скандалов и прокурорского вмешательства, уж наверняка прокурорское вмешательство требовалось в отношении выборов, которые происходили в Черниговской области. Это те самые злополучные, злосчастные до выбора по 205-му избирательному округу. Они стали примером того, как не надо проводить выборы в стране. Потому что подкуп избирателей, драки, технические кандидаты, фальсификации, раздача гречки, раздача продуктов. И вот события на 205-м округе могут повториться по всей стране уже буквально через 3 месяца. В октябре, когда Украина будет проводить местные, как раз таки, избирать местные органы власти. И наш шеф-редактор Константин Игнатчук собрал ингредиенты черниговских выборов и приготовил из них эдакое политическое блюдо. Сегодня я приготовлю мясные котлеты, выборы по-черниговски, фаршированные гречкой. Это традиционные рецепты с добавкой безвозможных и проверенных часом технологий победы на выборах. Первый ингредиент – это представитель партии Укроп, друг олігарха Коломойского и рейдер с этажем Геннадий Корбан. Он решил привезти у Чернігів фури с гречкой. Мовляв, чем больше гречки в котлетах, тем, наверное, лучше. Главное – лить больше воды и сказать, что это на благо людей, что это лишь гуманитарка. Вот, власне, это все сейчас и приготовим. People с хавер. И піпл не просто хавав, а попросив добавки. Забувши про сором, честь и почуття гідності, люди, переважно більшість з яких пенсионери, вистоювали по 10 годин у чергах за халявними продуктами. Я розумію, що часи важкі, але так дозволяти знущатись над собою – це за межами розуміння. А коли міліція спробувала покласти край відвертому підкупу виборців, все ті ж немічні, нещасні та голодні пенсионери силою відбили машини із шаровим гідлом. Другий ингредієнт, точніше, кандидат – це людина президента. Це колишній радник скандального столичного мера Черновецького, а нині голова Державного управління справами Сергій Березенко. Нехай він у нас буде цибулька з чесничком. Він теж не став нічого особливого вигадувати. Просто взяв свої гроші, поділив на дрібні купюри, для того, щоб тупо скупити якомога більше голосів. Цей метод приготування свого часу винайшла партія регіонів. Підкуп маскували під найм людей у агітатори. За це кожний отримував на руки готівку. При цьому ніхто ніяких зобов'язань щодо агітації не висував. Тобто прийшов, отримав свої гроші і гуляй. Ти вже самим фактом свого існування агітуєш за потрібного кандидата. От, власне, між цими двома кандидатами і відбулася головна політична рубка. Змішаємо і перемелемо. Експерти підрахували, що вкупі вони витратили на підкуп кожного із кандидатів по півтори тисячі доларів. Такого ще не було, це абсолютний рекорд. На їхньому тлі решта кандидатів виглядала досить миляво. Хоча там теж вистачало всього. Були і потоки бруду із перчинкою, були і порожні обіцянки. Були навіть ті, хто хвалився своїми принадами. Правда, потім їх по цих принадах били. Власне, вся ця строка та компанія і замісила фарш під назвою котлети по-чернігівській. Назбиралось аж 127 претендентів. Абсолютний рекорд для українських виборів усіх часів. Врешті у бюлетень потрапив 91, хоча тільки третина з них вели хоч якусь агітацію. Більшість тут технічні кандидати для розмивання голосів виборців. Наприклад, такий собі Геннадій Карбан зі звучний з ім'ям та прізвищем кандидата від Окропу. Він зміг відтягнути на себе майже 700 голосів, а це 1,5%. Теж немало. Саме прикре, що не важливо, хто переміг на цих до виборах. Я б навіть сказав би, не до виборах. Програли всі. Прийшла голосувати лише третина чернігівчан. Не ївшись цих гречано-яєшно-цибулевих котлет, люди більше не захотіли брати участь у цьому цирку. Але Чернігів показав, що у багатьох людей, особливо старшого покоління, в головах нічого не змінилося. Вони із готовністю підставляють роти під той сурагат, яким їх годують політики. Вони дозволяють із собою це робити. Власне, у цьому і є суть рецепту м'ясних котлет вибори по-чернігівській. Ви запитаєте, а де ж м'ясо? Я поясню. Всі ті, хто штовхався за дармовою гречкою чи брав гроші, всі вони, власне, і є тим електоральним м'ясом, яке лежить на столі у політиків. З цього моменту вони не мають права скаржитись чи нарікати. Адже м'ясо не має права голосу. Смачного. Хороший, великолепен. Друз'я, поехали дальше. Много новостей. Рубрика глупости. Одна из моих любимых. Коммунисты организують всероссийский флешмоб селфи с Лениным. Я не шучу. Нет, його доставати з мавзолея, слава богу, пока не планирують. В России считають, що це гениальна идея. Почему? Всероссийский конкурс фотографій рядом с пам'ятниками Владимиру Ленину буде дешевым и действенным пиаром коммунизма среди молодого поколения. За это можно получить приз. Авторы лучших селфи получат планшеты с закачанным на них полным собранием сочинений Ленина. Ленина, друзья! То есть вот эти все 100 томов на планшете. Там еще у Брежнева было достаточно плодотворное творчество. Зачем вы мне подарили планшет на 64 гигабайта, если в него даже фотографию залить нельзя? Там вся память занята. Там все занято фотографиями Крупской. Ну вот эти, да? Нарисуй меня, как текст твоих французских женщин. Ай, старик Крупский-то, а! Друзья, вы знаете, на самом деле в каждой стране есть свои нравы. И если вы решите заглянуть за океан, то вполне возможно, что вы столкнетесь с такой новостью. Это новость про то, что в центре Вашингтона задержали вооруженного мужчину. Стив О'Ней остановил полицейский патруль, чтобы спросить, как проехать к Белому дому. Пока полицейскому объясняли, где ему поворачивать, заметили, что у него в машине, во-первых, баллон с пропаном, а во-вторых, судя по всему, что-то напоминающее патронный ящик. В ходе разговора выяснилось, да, говорит, у меня там на заднем сидении три охотничьих ружья. Ну, в общем, человека задержали. Он даже не знал, что на территории штата Вашингтон нельзя проводить гражданское оружие. Но, знаете, это то, что называется о времена онравы. Хотелось бы мне все-таки дожить до того момента, когда гражданское оружие и оружие самообороны будет в том числе, возможно, и доступно в нашей стране, а не только, знаете ли, для бандитов, в которых оно есть и так. Хочешь, чтобы тебя задержали с тремя охотничьими? Эх, другая моя рубрика «Новости прогресса». И вот эти новости реально всегда радуют. В Южной Корее придумали часы для незрячих. Вы их вот видите сейчас у себя на экране. Цифры на циферблате появляются в виде точек шрифта Брайля. На лицевой части четыре ячейки с шестью активными точками, которые выступают, погружаются, образуя буквы Брайля. Часы связываются по Bluetooth, преобразуя текст из приложений вроде iMessage. Ну, к сожалению, не всем людям это будет по карману. Они достаточно дорогие. Не менее 300 долларов. Поэтому не скоро они разойдутся широко по миру, потому что не все могут себе это позволить. Но в любом случае, то, что сейчас уже все дальше и дальше вступает в прогресс, обращенный лицом к людям, это круто. Будьте счастливыми, и никакие часы вам не понадобятся. Простите за банальность, но не могу себе позволить этого не сказать. Друзья, еще есть новость, о которой я тоже не могу себе позволить не произнести. Это новость о том, что Сербия заявила, что не признает Крым российским, думаю, что настаивает, уважает территориальную целостность Украины. Об этом, в частности, заявил премьер-министр Александр Вучич. И вы знаете, это довольно-таки показательно, потому что Сербия считается одним из главных союзников России на территории Европы. И если как раз-таки официальный Белград заявляет о том, что Крым принадлежит Украине, и что российский суверенитет на Крым не распространяется, это, знаете ли, тоже маркер, это, знаете ли, тоже сигнал. Ну, ладно, если говорить про Крым, то вот из соцсети, опять же, Пашка, я думаю, тебя заинтересует. Есть информация, что Россия хочет превратить в Крым такую себе громадную военную базу. Об этом любят, говорят, последние полтора года. Ну да, в этом уверен, например, бывший министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев. Он говорит, что на развитие туризма на полуострове Кремль денег не дает. Украина давала Крыму в шесть раз больше, а вот на военную инфраструктуру Россия как раз денег не жалеет, по заявлению бывшего этого министра. Дело в том, что отчасти да, во многом в Крыму появляются новые военные базы, перебрасываются в Крым новые тактические соединения, это все правда. Но однако же говорить о том, что только лишь военно, как военную базу рассматривает Россия, будущее полуострова, не совсем верно. Просто ворованные хотят оградить заборчиком, да? В том числе да. Но однако же там все не так просто, как обычно, как часто об этом в Украине говорят. Однозначно, как я хотел сказать? В том числе. Но вы знаете, друзья, в продолжении темы, в продолжении как раз таки всех этих военных игрушек, от стингера до свингера, недалеко. Если так же вольно обращаться с английской грамматикой, как бы во всяком случае это делают в Останкино. Ляпы российской пропаганды разбирали наши коллеги из программы «Антизомби». Им слова. Но не только любителями посидеть на двух стульях прославилась на этой неделе российская пропаганда. Сначала на Первом канале России, как ни в чем не бывало, выдавали обстрел боевиками Авдеевки за обстрел украинцами Донецка. Повредило мост и газопровод. Городские службы, как только закончился обстрел, начали ремонт. А потом настало время десерта по специальному рецепту по-лугански. Внутри республики, украинской стороной, ведется диверсионная деятельность. В Луганске задержана группа мужчин, которые устроили базу в одном из жилых домов. Создатели мегатриллера о газовщиках-диверсантах, которые должны были раствориться в толпе жителей Луганска, в касках так Ющенко, на этот раз приготовили новую клубничку. Тайные поставки оружия сегодня стали явью во время разминирования Луганского аэропорта. Ополченцы в буквальном смысле нашли кучу натовского оружия, в том числе и американского. Оказывается, в Луганском аэропорту бравые ополченцы отыскали секретное оружие. И не какое-нибудь, а американское. Все предметы имеют маркировку, которая свидетельствует о принадлежности Департаменту обороны США. Целый вечер мудреное слово «Стингер» ласкало уши зрителей по всей огромной России. Главная находка – переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». Те самые, которыми еще в Афганистане душманы сбивали советские самолеты. Отчаявшись отыскать горы американского оружия, хитрые недоросы на радость к кремлевским каналам решили изготавливать его копии. Но прокололись на банальном правописании. Вот так выглядит коробка оригинального «Стингера», который стоит на вооружении армии Соединенных Штатов. Обратите внимание на надпись «Тейт Лолитт». А это уже новоросский диалект английского языка с очевидной ошибкой в букве. Но и это еще не все. Видимо, хорошенько накатив за свою смекалку, создатели этого фейка сделали ошибку и в надписи на самом якобы американском ПЗРК. Помещения вокруг арсенала были заминированы. Саперу пришлось обезвредить несколько растяжек. Так, из фразы «трекинг трейнер» учебный модуль в переводе получилась вот такая вот абракадабра. Всего за один вечер специалисты, еле сдерживая смех, отыскали еще массу ляпов в этом гениальном творении инженерной мысли. Но российский зритель, как обычно, увидел только вот это. Все это в заводской упаковке с маркировкой армии США. И не стоит удивляться, если после фейковых стингеров через пару недель эти же канолы отыщут там, ну, например, американских свингеров. Обязательно с портретом Бандеры в руках и натовским вооружением наперевес. И, как писал Михаил Юрьевич Лермонтов, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Развенчивые мифы недорого, безвозмездно, даже даром. Пятница 2020, сяньте зомби на ICTV. Ну, а мы продолжаем, друзья. И у меня вот на заметку олигархам, назовем это так, турецкий бизнесмен после того, как очень удачно удалось продать свою компанию, всем своим сотрудникам выплатил по 200 тысяч долларов. После того, как был продан сервис. Слушай, а сколько там сотрудников-то было? Ну, смотри, точное количество сотрудников не указывается, но более ста человек. Более ста человек? Да. Ну, а представь, накануне к нему уборщица пришла, и такая утром бабах, а ей 200 тысяч долларов. Она такая, ой. Да ладно, уборщица пришла бабах, а представляешь, чувак, который за неделю до того уволился? Такой, нет. Да, ладно. Это называется уставить. Если вы хотите знать имя человека, который способен на такие широкие жесты, его зовут Нивзак Айдин. Он считает, что такой шаг помог ему показать, что компания смогла добиться успеха только благодаря общим усилиям коллектива. Поэтому запомни, Антош, когда ты выиграешь в лотерею, это благодаря тому, что я тебе говорил, какие цифры зачеркивать в спортлото. Поэтому 200 тысяч мои. Хорошо? Меркантильный. Я не меркантильный, я предусмотрительный. Да. Поехали дальше, друзья. Армия профессиональных и непрофессиональных вавров из Мексики создали самый большой бутерброд Латинской Америки. Его так и назвали «Разорви мучачо». Как бы... Итак, тысячи кусков хлеба, море салата, лука, помидоров. Все это было смешано с сотнями литров майонеза, горчицы и пряных соусов. Даже местные власти, засучив рукава, помогали создавать шедевр вредной пищи. Побил все рекорды. 65 метров. Бутерброд-монстр. Посмотрите на это. Да. Я надеюсь, они его успели приготовить до того, как начальная часть испортилась. Ну, зрелище такое. А потом все это ели. Ладно, друзья, я вам напоминаю, чтобы день прошел хорошо, нужно взбодриться, а Нескафе Классик бодрит с утра. Друзья мои, секс в большой политике это не только то, что происходит с нами во время выборов. Я имею в виду процесс до и процесс после. Это еще и то, что иногда происходит под куполом Верховной Рады. И да, да, народные депутаты тоже люди. И небольшие человеческие простишки им тоже не чужды. Наша коллега Даша Селфи решила провести собственное расследование по слабостям народных депутатов и обычных украинцев. А затем сравнить и результаты вашему вниманию прямо сейчас. Мы живем в 21 веке. Женщины стали более свободными и раскрепощенными. Но все же некоторые табу продолжают нас беспокоить. На каком же свидании можно позволить интим с мужчиной? Это волнует не только женщин Украины, но и всего мира. И сейчас я выясню, отличается ли мнение народа от мнения наших депутатов. Идем. На каком свидании можно позволить интим с мужчиной, так, чтобы потом он женился на мне? Я обожаю, чтобы поспешить на Макуды. На первом. На любом. Вопрос к девушкам или к Ляшко. А потом вы подумаете, она всем дает на первом. Все, не буду на ней жениться. Возможно и такое. На втором, я думаю, надо уже. На третьем и на четвертом можно. На десятом. Я женатый человек, поэтому мне это уже тема неинтересно. Как уже душа ляжет. Я спросил ей, что хочу снимать квартиру. А она? И она сказала, я не буду, я не проститутка. Она ушла, мне бросили. Грустная история. Секс. Секс. Да. Только после свадьбы. Прекрасного оргазма в сексе. Подождите, у меня очень важная тема. Куда вы уходите? Ну, пожалуйста, ну, я же, ну, подожди. Ну, пожалуйста, красиво. А вы знаете, существует карма. И когда вы отказываете красивым девушкам, это очень-очень плохо. Почему он от меня убежал? Я что, плохо выгляжу? Не, вольно хорошо. Спасибо. Вы куда? Скажите, пожалуйста, российский депутат внес закон о проект о запрете секса до брака. Как вам такая идея? Плохая идея. Безумец. Все занутый. Добрый им путь. Чем меньше россияне будут размножаться, такие, которые подают такие законопроекты, тем будет чище российская земля. Секс должен быть. Я считаю, что брак без секса почти обречен. Человек как выбирает перчатки, пиджак, рубашку, то есть, так же, все, можно найти себе партнера нормального. Сегодня я поняла, неважно на каком свидании. Главное, чтобы присутствовала любовь. Да, многие мужчины, конечно же, хотят на первом, но, милые девушки, минимум на третьем. Целую вас, мои хорошие. До встречи. Ну что, мы продолжаем. Еще одна интересная новость из соцсетей. Друзья, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о подготовке войны с США и Южной Кореей. Вождь сказал, что он полон желания свести счет, цитирую, с американскими империалистами и группой южнокорейских марионеток, которые, будучи охваченными проамериканской психопатией разжигают противостояние между соотечественниками. Вы знаете, до недавнего времени я думал, что только официальные коммуники Пхеньяна это исполнено какой-то такой абсолютно ультрасоветской идеологией. Но с недавних пор, когда я читаю официальные коммуники российского МИДа, у меня наступает ощущение дежавю. И там, и там успешная бронетанковая кавалерия грозит всему миру. Верно. Но, кстати, друзья, чем нам грозит реформы в прокуратуре, новые назначения в прокуратуре, приведут ли к новым скандалам и как происходит реформа ведомства, об этом все мы совсем скоро спросим у заместителей генпрокурора. Виталия Каськова не пропустите. Ну что ж, друзья, актеры дизель-шоу тоже сегодня вас будут радовать. На сегодня они приготовили новую порцию горячих шуток. Кого они пропесочат на этот раз? Смотрите. Хорошо. А что порадовало вас или поразило на курортах Одессы? Ну, то, что туда даже приехали жители из Крыма. Неужели крымчане приехали отдыхать? Нет, приехали посмотреть на туристов, стояли там, плакали. А, кстати, вот они вам подарочек передали. О, спасибо. Неужели можно услышать шум моря? Нет, там можно услышать шепот крымчан. Заберите нас обратно. Пропустите рубрику «Дизель утро» совсем скоро в нашем эфире, а то и вообще не будет о чем поговорить на выходных. Друзья, продолжение эфира «Факты». Спасибо, Катя. Спасибо, Факты. Гость будет, но чуть-чуть позже. Для начала опять же пробежимся по актуальным новостям. Итак, важные соцсетей. Германия хочет дать Украине почти миллион евро на разминирование Донбасса. На эти деньги планируется купить спецавтомобиль, индивидуальные средства защиты и необходимое оборудование. Специалисты будут, цитирую, «очищать территорию на востоке Украины от остатков войны». Я надеюсь, что эти деньги действительно помогут нашим саперам в работе. Но единственная проблема – война-то еще идет. Верно. Однако же, готовився к миру в самый разгар боевых действий, рано или поздно мир наступит. Друзья, вот Арсен Аваков, глава Украинского МВД, невольно стал одним из главных ньюсмейкеров. Накануне он сделал сразу два важных заявления. Во-первых, он запретил милиции бегать за призывниками и доставлять их в военкоматы. А во-вторых, он заявил, что Украине срочно нужна профессиональная армия. Он заявил, что нужно сократить численность войск и увеличить зарплаты. И так далее, и так далее, и так далее. Но, вы знаете, в соцсетях очень по-разному реагируют на эти его заявления. Говорят, что, вы знаете, Арсен Борисович, у нас же полиция еще не по всем городам, кажется, заработала. У нас же еще реформа МВД там уголовного не произошла. Поэтому занимайтесь своими делами. Не лезьте в дела, которые касаются Минобороны. Ну, реакции, в общем, разные. Это я к тому, чтобы вы просто знали, что не все то золото, что хорошо комментируют. А я вам хочу показать пример того, что если долго и упорно стараться, все получится. Вот пес, казалось бы, мало у него было шансов осуществить задуманное, но он смог. Смотрите, он очень хотел попасть на диван. Очень хотел, смотрите, как он целится. Я вспоминаю молодого Бубку, который подходит на третью попытку. Такой, да, сейчас, вот, я возьму эту высоту. Та-та-та-та, примерился, отошел еще раз. Хать! Где ты их находитесь? Давай, 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 давай. Та-та-та-та, все получится. Давай, пацан, мы верим в тебя. Антош, я на тебя 80 лет посмотрю. Ну, во-первых... Это ты, эх, и ты оптимист, то есть ты планируешь... Ладно. Друзья, я вам напоминаю, Нескафе Классик заряжает энергией с самого утра. Удачи вам и хорошего дня. Ладно, я не знаю, буду ли я смотреть на него 80 лет, но я точно знаю, что мы все увидим через пару минут. Через пару минут в этой студии мы будем с заместительным генпрокурором Виталием Касько разговаривать о том, что стоит за новыми назначениями в генпрокуратуре, будут случаться ли новые скандалы и как происходит реформа ведомства. Вот обо всем этом буквально через пару минут в этой студии. Ну, а прямо сейчас вот все знают, каждый школьник знает эту формулировку Гитлер напал без объявления войны. Но, это знает каждый школьник, но взрослые задумываются, что война же была объявлена по сути. Почему Сталин сделал все, чтобы скрыть этот факт? В этом разбирался. наш коллега Андрей Булгаров в своей рубрике «Под сомнением». Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Пожалуй, сегодня не найдется человека, который хотя бы раз не слышал эти слова. С ними у каждого из нас ассоциируется начало Великой Отечественной войны. И подавляющее количество людей уверены, что Гитлер напал вероломно, то есть без объявления войны. Но если Германия не объявляла войну, то почему ее посол всю предвоенную ночь провел под кабинетом Молотова? Для наркома иностранных дел СССР Молотова ночь с 21 на 22 июня 41 года прервалась телефонным звонком. На другом конце провода представились граф фон Шуленбург, посол Германии. Посол срочно требовал встречи с Молотовым. Молотов звонит Сталину, тот приказывает, езжай, но прими посла только после того, как военные доложат, что агрессия началась. То есть Сталин прекрасно понимает, зачем посол настаивает на срочной встрече. Германия намерена объявить войну. Немного погодя, в Москве Молотов все же принимает Шуленбурга и также получает от германского правительства ноту-меморандум, в которой говорится, ввиду нетерпимой доли угрозы, создавшейся для германской восточной границы, вследствие массированной концентрации и подготовки всех вооруженных сил Красной Армии, германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры. То есть Германия войну все-таки объявила и ни о каком вероломном нападении речи быть не может. Так почему же все 70 лет теза о вероломстве была краеугольным камнем Великой Отечественной войны? Все дело в самой ноте, ведь признай Сталин ее существование пришлось бы отвечать на изложенные в ней претензии. Поэтому документ нужно было скрыть, потому что текст меморандума обвинял Советы в нарушении пакта Молотова-Риббентропа и на претензии Сталину попросту нечем было ответить, потому умолчать о меморандуме показалось самым логичным. Нет меморандума, значит и войну никто не объявлял. Самое нелепое, что Молотов по радио 22 июня признал существование ноты, сказав, что Германия испугалась Красной Армии у своей границы. То есть Молотов не опровергает своему концентрацию войск, а просто говорит, что это послужило поводом для нападения. Но уже на следующий день выступление Молотова было подчищено, а ноту похоронили под грифом «Совершенно секретно». Сегодня текст меморандума в свободном доступе, и каждый может прочитать, как Гитлер объявил войну Сталину. Правительство Германии не может безучастно относиться к серьезной угрозе на восточной границе, поэтому фюрер отдал приказ с германским вооруженным силам отвести эту угрозу. Но если эти обвинения лживы, и Советы не намерены были нападать на Германию, почему же в СССР не опровергали претензии своего бывшего партнера? Почему скрыли сам документ? Вместо возражений Сталин заявил, что Советский Союз ни в чем не виноват. Обвинений ему никто не предъявлял. Никаких войск на границе не было, и никакого меморандума он от германского правительства не получал. И тут же была введена в оборот ходовая советская формула. Германия напала вероломно без объявления войны. И в фашистской Германии, и в большевистской России правили людоедские режимы. И становиться на чью-либо сторону могут лишь патологические садисты и палачи. Нет человеческого оправдания тому, что Гитлер напал на СССР, как и нет оправдания тому, что Сталин сделал все, дабы эта война состоялась. Ставьте общеизвестные факты под сомнение, даже если они кажутся непогрешимыми. Ведь это ваше право думать. Друзья, ваше право думать и сомневаться даже в отношении того, что звучит в нашем эфире. Никто этого права у вас не отнимет. Но как раз таки наша задача это предоставить вам все возможные информационные ингредиенты для того, чтобы сами делали выводы. Генпрокуратура и прокуратура вообще становятся одним из главных ньюсмейкеров. Иногда специально, иногда нечаянно. Почему так происходит? Будем ли мы свидетелями новых каких-нибудь разоблачительных скандалов? И как будет происходить реформа ведомства, от которого на самом деле зависит внутренняя стабильность в стране? Обо всем этом мы будем говорить сегодня с нашим гостем. И мы рады приветствовать в нашей студии заместитель легенд-прокурора Виталия Касько. Доброе утро. И вот сразу вам первый вопрос. Скажите, вот против вашего коллеги Давида Сакварелидзе и его следователей, которые ведут дело так называемых бриллиантовых прокуроров, было открыто дело. Оно еще существует или его уже закрыли? Первое и второе дело? Ну, вот первое, насколько я помню, уже было закрыто. Да, второе дело. И второе. Второе уже закрыто тоже, да? Слушайте, ну просто очень многие люди как раз-таки просили нас задать этот вопрос. Скажите, вот я помню у нас в студии, например, когда был Александр Барарик, он говорил, что нередко в структурах исполнительной власти, вот в Кабмине, в котором он тогда работал, происходят конфликты, потому что приходят реформаторы, такая молодая волна, которая накатывает на старый, на как бы, на старый пляж. А вот как бы там вот чиновники старой формации. И он говорит, что нередко именно это производит к таким вот столкновениям. Вот по вашему опыту, по опыту ваших коллег, которых тоже принято причислять к категории молодых реформаторов, вы это ощущаете на себе конфликт с системой? Ну, это можно по-режному назвать. Конфликты, или разные взгляды на вещи, но, безусловно, это происходит достаточно часто, потому что есть люди, которые работали в прокуратуре очень долго, уже тратили период, у которых есть остальные взгляды, есть люди, которые работали меньше, а которые вообще не работали в прокуратуре, и которые имеют другие взгляды на то, как она должна работать. Мне кажется, что тут нужно шукать какой-то компромисс, какую-то золотую середину, потому что и консервативные взгляды очень плохие для функционирования прокуратуры, ну, и надтореволюционные для такого органа, который, как вы сказали, зависит стабильность в стране, тоже, мабуть, шкодливые. Поэтому нужно шукать золотую середину. Вы знаете, как раз таки, если последить за дискуссией в Фейсбуке, то люди делятся на две категории. Одним говорят, что нужны революционные методы, ну, условно, как в Грузии в 2003-2004 всех уволить, набрать с нуля. Кто-то говорит, что нет, постепенно мы не можем себе позволить. А вот вы к какой точки зрения склоняетесь? В Украине на нынешнем этапе я больше схиляюсь до революционных заходов. Революционных? Больше революционных, потому что у нас зараз занадто мало часу для того, чтобы революционным шляхом в других европейских государствах. Ну, а революционные, например, меры, которые бы теоретически могли сработать, это, ну, понятно, что ни кожанки, ни массовые расстрелы, которые спасут родину, как в старом анекдоте. А что это могло быть? Какой набор методов мог быть? Ну, эта работа уже началась. Это часть реформования прокуратуры, которая действовала. 15 липня он был в чинности новой закон про прокуратуру, который, ну, может, он не целковито революционным, но он очень хорошая основа для того, чтобы реформировать прокуратуру соответственно европейских стандартах. И началась эта работа с набором прокуроров в местной прокуратуре. То есть, самый первый уровень, самый нижний этаж, фундамент? В целом, фундамент. На жаль, это не очень характерно для Украины, но в Европе именно эта прокуратура первого уровня, это прокурор, который совершил основную работу. Это те прокуроры, на плечах яких лежат основные важливые криминальные прокуратуры. У нас, на жаль, было иначе. У нас, как правило, основные криминальные прокуратуры расследуются в высшей еванской прокуратуре, в Генеральной прокуратуре. В Европе это наоборот. Поэтому то, насколько качественным, профессиональным будет состав персонала этих местных прокуратов, будет много в чем зависит, или изменится прокуратур. Извините, есть вопрос от нашего глядача. Я просто прочитаю. Почему на нет сведена реформа прокуратуры? Почему изменены условия тестирования для тех, кто не работал в прокуратуре ранее, требуется стаж не два года, а целых пять, и зачисление не на основе общего тестирования, а на основе наличия свободных вакантных мест? То есть, те, кто не работали ранее в прокуратуре, будут трудоустроены только после тех, кто работает. Выпускники на ПУ трудоустроены частично. Те, кто успел забежать в последний вагон, будут сдавать тесты как прокуроры или как стажеры после 25 декабря? На ПУ это Национальная Академия прокуратуры Украины. Видите, мы делаем в рамках правового поля, которое установлено украинским законодавцем. На самом деле, все не так плохо, как написано в сообщении. За условия конкурса на руководителей и заступников руководителей прокуратуры, это те, от кого будет заважена работа прокуратуры, принимают людей, которые имеют 5 лет юридического стажа. То есть, адвокаты, любые работники правоохранных органов, юрисконсульты, науковцы, юристи, которые имеют 5-летний стаж, имеют возможность очевидить прокуратуру или стать заступником прокурора. Что представляет прокуратура? Это объединение трех-четырех колишних районных прокуратур. Прокуратура укрепляется, уменьшается культика керевництва, уменьшается культика культика дуровых Загалом из 8 тысяч представителей прокуратуры, которые сейчас работают в этой третьей ванне, остается близко 5 тысяч. Это сутки сокращение, но в первую очередь за руководителей керевных посад. А прокуроры, которые должны сделать основную психологический тест и, наконец, співбесида. Все это будет происходить прозоро. Тести разработались с участью иноземных экспертов. Самое тестование и конкурс будут также проводить с участью наших иноземных коллег. Я думаю, что в любом разе то, что происходит в Украине сейчас, никогда не происходит. Это революция, изменения и возможность для людей активных очевидить прокуратуру и показать, как они должны работать. Поэтому в любом случае это позитив. После этого мы перейдем к прокуратур региональных и генеральных прокуратур. Скажите, а кастовость? Проблема любого правоохранительного ведомства это в первую очередь кастовость. Кастовость судейского корпуса МВД и прокуратура вряд ли исключение. Ее сломать через колено вообще можно? Мы как раз намагаемся это сделать. Это действительно проблема. Потому что достаточно пройти по коридорам районной прокуратуры в Киеве одни и другую и поделиться на прозвище. А потом пройти в Генеральной прокуратуре по коридорам. Дуже много успехов поделок вы увидите. Это действительно проблема. Насправді. И сломать это можно лишь шляхом проведения таких прозорих конкурсов. когда будет видно чи людина действительно гідна занимать такую посаду чи вона ее занимает через то что ее батько брат сестра мати працює керівником генераль генераль но до до этого до не передали это управление Кроме того, этот департамент, который должен расследовать вопросы, что до топ-чиновников, он, по сути, свой тимчасовый. Потому что это и есть последовательность кого? НАБУ, Национального антикорупсионного бюро, которое уже створено, детективы, которых набирают, и наибольшим временем НАБУ, принаймні, до конца года, я надеюсь, распространясь свою работу. То есть, эта компетенция перейдет до Национального антикорупсионного бюро. А если исходить из того, что вы рассказали, свою сферу профессионального приложения в ближайшем будущем, какую вы увидите? Буду работать в прокуратуре до того времени, пока будет возможность ее изменить. Нет, просто в конкретной ведомстве. Чтобы прокуратура стала европейской. Понятно. На самом деле, я могу только догадываться об объемах авгейских конюшн, которые приходится вам с вашими коллегами разбирать. Поэтому удачи вам, удачи всем нашим коллегам. Друзья, это та самая история. Вы знаете, я в очередной раз убеждаю, что кастовость и нежелание меняться, закоснилость, это, вы знаете, категория «тут так заведено». Если мы будем продолжать жить в рамках подобной парадигмы, подобного отношения, то не знаю, насколько долго этот процесс растянется. Антон, тебе слово. Ну что, я тут проверил, друзья. У нас еще впереди много интересного. И вот очень интересно. Актеры дизель-шоу снова подготовили для вас итоговые материалы недели. Новые горячие шутки. Кого они песочили в этот раз? Давайте посмотрим. Президент России предложил вручить Зепу Блаттеру Нобелевскую премию. В ответ на это Нобелевский комитет заявил, что у них нет номинаций за взятки и коррупцию. Ну что ж, не пропустите нашу рубрику «Дизель утро» совсем скоро в нашем эфире. Вам будет, что потом рассказать, смешные шутки. Сейчас вас ждет реклама, факты и снова утро в Большом Городе. Это утро в Большом Городе, друзья. Мы продолжаем. Здесь и за кадром много интересного, и в кадре еще больше. Итак, вас сегодня ждет актеры дизель-шоу приготовили новую порцию горячих шуток. Кого они на этот раз разбирали по косточкам? Смотрите. Хорошо. А что порадовало вас или поразило на курортах Одессы? Ну, то, что туда даже приехали жители из Крыма. Неужели крымчане приехали отдыхать? Нет, приехали посмотреть на туристов, стояли там, плакали. А, кстати, вот они вам подарочек передали. О, спасибо. Неужели можно услышать шум моря? Нет, там можно услышать шепот крымчан. Заберите нас обратно. Друзья, не пропустите рубрику «Дизель. Утро». Будет много интересного. Вы сможете об этом смеяться все выходные. Ну, а если вы даже что-то пропустили, мы напомним, друзья. Вот, например, новость, которая появилась вчера-вчера поздно-поздно-поздно вечером о том, что США ввели дополнительные санкции против российских и украинских олигархов в частности. Например, попали в санкционный список сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Януковича, а также сын российского предпринимателя Мариса Ротенберга, Романа Ротенберг. Кроме того, в санкционный список угодил Ижевский механический завод, который, кстати, производит пистолеты Макарова, а также порты Керчи, Ялты, Феодосии, Севастополя. Более того, угодило в несколько бизнесов российского олигарха Геннадия Тимченко, того самого, который получил подряд на строительство моста через Керченский пролив. И очень многие как раз таки оценивают, что, вы знаете, санкционное давление со стороны США на официальный Кремль усиливается, никуда от этого не дятся. И еще одна интересная новость из соцсетей. В Харькове будущим полицейским мужчинам запрещено иметь щетину или бороду, а девушкам носить мини-юбки. Причем подозреваю, что обратная ситуация тоже не одобряется. Такая информация активно раскручивается в СМИ и социальных сетях. Люди обсуждают причины такого запрета. Мы, в общем, решили проверить, насколько это все правда. Связались с главой пресс-службы МВД Артемом Шевченко. И что бы вы думали, новость полная чушь. Можно. Можно мужчинам носить мини-юбки, девушкам бороду. И наоборот, тоже можно. Никто не против. Ограничения на самом деле могут коснуться кого угодно. Даже если вы дочь миллионера. Вот покойный американский миллионер оставил дочерям наследство 37 миллионов долларов. Казалось бы, жизнь удалась. Можно всю жизнь не работать. И веселиться с ночи до утра. Однако же не то-то было. В завещании отец четко прописал условия, при которых его дочери получат деньги. Девочки получат 500 тысяч долларов, если выйдут замуж, но при этом муж на эти деньги права иметь не будет. Часть денег останется на хорошее образование, написание заявления, чем они будут заниматься в дальнейшем. Еще они получат деньги за заботу о матери и рождение детей. Если все требования выполнят, то получат еще по 10 миллионов долларов. Сейчас девочкам 21 и 27 миллионов. Ваня, звоните, девочкам. Давай переключимся. Дизель сейчас. Дизель утро для вас, друзья. Много смешного и интересного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. В эфире новости, которые приближают выходные. Здравствуйте. Евросоюз готов выделить 75 миллионов евро на реформу госслужбы Украины. Украинские чиновники заявили, что готовы заплатить в два раза больше, лишь бы не проводить никаких реформ. Россия наложила вето на предложение Совбеза ООН создать трибунал по крушению Боинга. Все потому, что кто-то наложил в штаны от возможного приговора этого трибунала. На Закарпатье трех контрабандистов, которые пытались переправить в Венгрию 10 ящиков сигарет, задержали и отправили в военкомат. Сигареты остались в военкомате, а контрабандистов отправили на другую границу. Восточную. Президент предложил заменить воинское звание «младший лейтенант» на «харунжи». Вместо оружия ему выдадут булаву и клейноды вийска Запорийского. А галифе заменят на шаровары. Также всем приказано сделать стрижку с оселедцем. А те, кто откажутся, будут носить копченые оселедец в кармане. Виктор Янукович заявил, что готов дать показания по своему делу с помощью видеоконференции. А если докажут его вину, то он готов посмотреть фильм про тюрьму и перечислить украденные деньги по факсу. Президент России обсудил ситуацию на востоке Украины с Советом Безопасности. Началась встреча с традиционного поклона. Самое интересное, в такой позе прошли все три часа совещания. Праздничная стрельба на параде в Севастополе прошла под девизом «что-то пошло не так». С тех пор, как россияне отжали Крым, что-то не так происходит там постоянно. В России женщине семь лет пришлось доказывать, что она не умерла. Как заявили в ЗАГСе, согласно российскому законодательству, этой женщине проще умереть, чем восстановить все справки и документы. Французские фермеры в знак протеста завалили дороги страны навозом. Украинские фермеры готовы поддержать эту акцию сырьем. Говорят, так хоть какая-то сельхозпродукция из Украины поступит в Европу. В России собираются уничтожать продукты, попавшие под санкции, прямо на границе. В таможне уже набраны специально обученные люди. Они с удовольствием займутся уничтожением запрещенной продукции. И, честно говоря, я и сам не против бы. Во вторник, во время потопа, в Киеве жители города перевозили через лужи на тележке для продуктов. Стоила услуга всего лишь одну гривну, но в мэрии Киева уже заявили о нерентабельности перевозок и срочном поднятии цены. Подробнее о последствиях потопа в нашей постоянной рубрике «Фотоотчет за неделю». Смотрим. Доброе утро! Неделя выдалась действительно дождливой. И даже зонтик не помогал. Каждый добирался домой как мог. Кому-то полезло попасть в метро. А кое-кто так и не успел. На этой неделе Михаил Саакашвили запретил одесским гаишникам пользоваться палочками, из-за чего они устроили протест. В поезде «Киев-Ужгород» вручали повестки. Правда, по словам военкомов, вагоны почему-то оказались пустыми. Вчера в Японии закончились испытания автобуса с водородным двигателем. А в Украине продолжается испытание новых маршруток. На рейсы выйдут. Летний вариант маршрутки. Маршрутка, которая вмещает в себя всех желающих отдохнуть в Крыму. Специальная маршрутка для украинских дорог. И маршрутка «Мечта» водителя трассы «Киев-Одесса». На днях в Одессе депутата госсовета бросили в мусорный бак. Больше всего возмещалась семья отдыхающих из Житомира, которые снимали этот бак на время отпуска. Подробнее об особенностях отдыха в Одессе в этом году в нашей постоянной рубрике «Очевидец». Главная тема этой недели – переполненные отели и пляжи курортных городов Украины. Несмотря на то, что Михаил Саакашвили ломает по одному забору каждую неделю, мест на пляжах все равно не хватает. У нас в гостях очевидец этого небывалого наплыва туристов – обычный отдыхающий Евгений. Здравствуйте, Евгений. Расскажите, пожалуйста, о вашем отдыхе. Ну как, я приехал сразу на пляж. Прихожу, постелил такой возле моря, лежу, загораю. Правда, недолго, минут 10. Почему так мало? Ну, потому что мужик под подстилкой проснулся и прогнал меня. Что, действительно так много отдыхаете? Чтобы занять место возле моря, надо было вставать в 5 утра. В 5 утра? Выйти из отеля? Вы что? Чтобы жить в отеле, надо было заселяться еще в мае. Вау. А, скажите, а где вы жили? Под Одессой. А, в Затоке, Каролина-Буга, Спаскот? Не, вы что, там все забито. Я же говорю, под Одессой, в катакомбах. И то, столько денег содрали. Хорошо. А что из сервиса вас порадовало больше всего? Море. Нет, я имею в виду обслуживание, питание, может быть, чистые туалеты? Ну, первые два точно нет. А вот по-последнему, да, море было чистое. А, скажите, как организована работа общественного транспорта? Ну, с общественным транспортом там так же, как с общественным туалетом. Желающих много, а зайти внутрь страшно. А что из развлечений вы попробовали? Может быть, катание на банане или прыжки на батуте? Ну, самое популярное в Одессе развлечение – найти жилье. Потому что мой кум два дня жил на банане и неделю ночевал на батуте. А как вы добирались до Одессы? Ну, как, на бла-бла-каре. Вы хотели сказать на бла-бла-каре? Нет, я как думаю, так и сказал. А как вы вообще решали, куда поехать отдохнуть летом? Ну, как, я вбил в интернете хороший недорогой отдых. И интернет посоветовал поехать в Одессу? Нет, интернет посоветовал ехать в Турцию, но денег хватило только на Одессу. Скажите, в Одессе в этом году доступны цены или нет? Матюкаться на камеру можно? Нет, конечно, нет. Тогда доступно. Хорошо. А что порадовало вас или поразило на курортах Одессы? Ну, то, что туда даже приехали жители из Крыма. Неужели крымчане приехали отдыхать? Нет, приехали посмотреть на туристов, стояли там, плакали. А, кстати, вот они вам подарочек передали. О, спасибо. Неужели можно услышать шум моря? Нет, там можно услышать шепот крымчан. Заберите нас обратно. Да, слышу, слышу. Спасибо вам за подарок, спасибо, что пришли к нам в студию. До встречи с новыми очевидцами. Продолжим. Не так давно с работниками ЖКХ можно было общаться с помощью СМС. Правда, услуга не прижилась, так как от коммунальщиков приходили только СМС перезвонить, мы не будь ласка. В ЖКХ учли ошибки прошлого и выпустили новое мобильное приложение для общения с населением. И теперь не нужно ходить в ЖКХ, мы просто запускаем приложение. Приветствуем вас. Чтобы подать заявку, нажмите «один». Один. Спасибо. Ваша заявка будет принята. Как только подойдет ваша очередь. Ваш номер в списке 836. А... Парарарам, парам, 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 парам. Приятный музык. Ваш номер 837. Секундочку, у меня только что был номер 836. Появилась женщина, она занималась за бабушкой в синем платке. Ой, ваш номер 840. Тут женщина, которой нужно только спросить. А еще мужчина, который от Семена Петровича. Да что такое происходит? Пока вы ожидаете, можете оценить работу нашей службы. Цифрами от единицы до пяти или словами от трех до пяти букв. Лучше словами. Вечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как движется очередь в ЖКХ. Министр инфраструктуры Украины сообщил, что интернет-технология Wi-Fi будет внедрена на всех скоростных поездах до 31 августа текущего года. Пока что Wi-Fi работает в тестовом режиме, поэтому если захотите скачать фильм по пути, то нужно брать билет из Киева в Одессу через Ужгород. В селах, где проходит железная дорога, с нетерпением ждут нововведения. В министерстве обещают, даже если поезд будет опаздывать, Wi-Fi будет прибывать на станцию вовремя. Президент России предложил вручить Зепу Блаттеру Нобелевскую премию. В ответ на это Нобелевский комитет заявил, что у них нет номинаций за взятки и коррупцию. Если хотите, чтобы ваш отдых прошел весело, посмотрим нашу постоянную рубрику «Курортная страна». Смотрим. Сегодня я дам вам несколько полезных советов, как весело развлечься на пляжных курортах. Самая популярная игра на пляже – спасай свои вещи от волны! На валах, кстати, можно кататься. Ну и здесь бывают неожиданности. Отличная пляжная игра – фрисби! Но сначала выучите правила, чтобы не играть, как эти два. Лично я люблю волейбол. И игра веселая, и длится недолго. Отличное развлечение – водные лыжи. И самое главное – никогда не спорьте с владельцем моторного катера. По статистике, люди, которые смотрят программу «Факты», зарабатывают больше своих коллег. Интересно, а где ты взял такую статистику? В нашей зарплатной ведомости. Запускайте «Факты». Приятного просмотра и до встречи через неделю. Спасибо, Дизель Утро, они крутые. А сейчас для вас будет реклама, а потом не менее крутые «Факты». Утро в большом городе Неспичево. И вам желаю, друзья, продолжаем информационный марафон этого дня. Что нас удивило в социальных сетях – это то, с каким упорством одновременно решили бороться с контрабандой и украинские пограничники, и их венгерские коллеги. Видео, которое доступно в социальных сетях, повествует о том, как венгерские погранцы арестовывают 18 таможенников, которые как раз-таки потворствовали украинским контрабандистам. И взяли за взятки, за нарушение служебных полномочий. Ну, это любопытно, потому что, на самом деле, примерно зеркальные действия происходят и в Украине. На персональном сайте замгенпрокурора Украины, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, была опубликована следующая информация, что руководитель отделения внутренней безопасности мукаческого пограноотряда задержан при получении взятки в 15 тысяч гривен. Представляю, как ему обидно, потому что 15 тысяч гривен – ну что, 650 долларов, и за это лишиться свободы. Но, тем не менее. Надо было больше брать, да? Ну, я к тому, что, на самом деле, процессы идут. И вообще, это характеризует всю нашу страну. Процессы идут просто не так быстро, как нам бы того хотелось. Процессы идут по всему миру, друзья. В Белоруссии, наконец-то, раскрыто важнейшее преступление недавнего времени. Найден мужчина, который угнал из супермаркета детский автомобиль в виде Винни-Пуха. Вот кадры этого преступления. Как он уносится с места событий. Слушай, вот оно. Погоня, 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 погоня в горячей крови. Самое обидное, конечно, то, что два с половиной месяца назад он его украл, сейчас его нашли. Но вот дело в том, он не помнит, куда он дел автомобиль. Он честно сознался, говорит, господа, был пьян. Не знаю, что случилось далее с Винни-Пухом. Возможно, его унесли пчелы. Но стоимость он возместил. Поэтому все закончилось хорошо. Ну а где-то в далеком волшебном лесу Винни-Пух снова встретился с пятачком. Ладно, поехали дальше. И еще одна встреча. 70-летний жених. 79-летний. Проплыл 800 метров к своей 65-летней невесте в плавках и бабочке. Я искренне надеюсь, что на самом-то деле норвежец сделал это действительно исключительно ради собственной свадьбы. И потому что Альцгеймера заставила его забыть надеть остальной костюм. Он просто начал этот путь в 20, потом немножко обшився маршрутом, совершил кругосветку, а в 69 приплыл, я так понимаю. Отметился уже с несколькими невестами на разных континентах. И вот, наконец-то, дождалась героя его невеста. Он плыл в сопровождении двух внуков. И несмотря на то, что погода подкачала, в общем, все у него получилось. Покорил сердце старушки-невесты. Они вообще 15 лет назад познакомились, когда она была совсем молоденькой, 45-летней. Звали ее Ассоль. И он такой, знаешь, Ассоль, ты изменилась. Ты, в принципе, тоже. И где твои алые паруса? Говорит, я пошил из них себе эти плавки. Могла бы так звучать эта история, но не звучала. Почему? Потому что это придумал я, а не реальность. А вот то, что придумала реальность, мы совсем недавно наблюдали в 205-м избирательном округе в Чернигове, где проводились до выбора. Ну, вы помните эту череду скандалов с гречкой, с подкупом избирателей, с драками на избирательных участках? Вот эти все ингредиенты составляют то варево, которое, в том числе, мы все рискуем поесть в октябре, когда по всей стране будут местные выборы. Что же это за варево и насколько оно съедобное, выяснял наш коллега Константин Игнатьюк. Сьогодні я приготовлю м'ясні котлети, вибори по-чернігівски, фаршировані гречкою. Это традиционные рецепты с добиркой безвозможных и проверенных часом технологий победы на выборах. Первый ингредиент – это представитель партии Укроп, друг олігарха Коломойского и рейдер с стажем Геннадій Корбан. Он решил привезти в Чернигов фури с гречкой. Мовляв, чем больше гречки в котлетах, тем, наверное, лучше. Главное – лить больше воды и сказать, что это на блага людей, что это лишь гуманитарка. Вот, власне, это все зараз и приготовим. Піпл с хавер. И піпл не просто с хавав, а попросив добавки. Забувши про сором, честь и почуття гідности, люди, переважно большість которых пенсионеры, выстояли по 10 годин у чергах за халявными продуктами. Я розумію, что часи важки, но так дозволяти знущатись над собою – это за межами розуміння. А коли міліція спробувала покласти край в адвертому підкупу виборців, все ті ж немічні, нещасні та голодні пенсионери силою відбили машини із шаровим гідлом. Другий ингредієнт, точніше кандидат – це людина президента. Це колишній радник скандального столичного мера Черновецького, а нині голова Державного управления справами Сергій Березенко. Нехай він у нас буде цибулька з чесничком. Він теж не став нічого особливо вигадувати. Просто взяв свої гроші, поділив на дрібні купюри, для того, щоб тупо скупити якомога більше голосів. Цей метод приготування свого часу винайшла партія регіонів. Підкуп маскували під найм людей у агітатори. За це кожний отримав на руки готівку. При цьому ніхто ніяких зобов'язань щодо агітації не висував. Тобто прийшов, отримав свої гроші і гуляй. Ти вже самим фактом свого існування агітуєш за потрібного кандидата. От, власне, між цими двома кандидатами і відбулася головна політична рубка. Змішаємо і перемелемо. Експерти підрахували, що вкупі вони витратили на підкуп кожного із кандидатів по півтори тисячі доларів. Такого ще не було, це абсолютний рекорд. На їхньому тлі решта кандидатів виглядали досить миляво. Хоча там теж вистачало всього. Були і потоки бруду із перчинкою, були і порожні обіцянки. Були навіть ті, хто хвалився своїми принадами. Правда, потім їх по цих принадах били. Власне, вся ця строка та компанія і замісила фарш під назвою «Котлети по-чернігівській». Назбиралось аж 127 претендентів. Абсолютний рекорд для українських виборів усіх часів. Врешті у бюлетень потрапив 91, хоча тільки третина з них вели хоч якусь агітацію. Більшість тут технічні кандидати для розмивання голосів виборців. Наприклад, такий собі Геннадій Карбан зі звучний з ім'ям та прізвищем кандидата від окропу. Він зміг відтягнути на себе майже 700 голосів, а це півтора відсотки. Теж немало. Саме прикре, що не важливо, хто переміг на цих до виборах. Я б навіть сказав би, не до виборах. Програли всі. Прийшла голосувати лише третина чернігівчан. Не ївшись цих гречано-яєш на цибулевих котлет, люди більше не захотіли брати участь у цьому цирку. Але Чернігів показав, що у багатьох людей, особливо старшого покоління, в головах нічого не змінилося. Вони із готовністю підставляють роти під той сурагат, яким їх годують політики. Вони дозволяють із собою це робити. Власне, у цьому і є суть рецепту м'ясних котлет вибори по-чернігівській. Ви запитаєте, а де ж м'ясо? Я поясню. Всі ті, хто штовхався за дармовою гречкою чи брав гроші, всі вони, власне, і є тим електоральним м'ясом, яке лежить на столі у політиків. З цього моменту вони не мають права скаржитись чи нарікати, адже м'ясо не має права голосу. Смачного. Друзі, насправді, з таких новостей складається наша повседневна реальність. Більше того, з них складається наше с вами будущее. І от нас зависит то, какое це саме будущее приобретет очертання. Але між тим, насправді, день завтрашній формирується благодаря і международним новостям. В Нідерландах назвали три альтернативи трибуналу по Боінгу. Я напомню, що Росія наложила право вето на идею создання трибунала по збитому на Донбассі в Боінгу в Совбезі ООН. Але Амстердам заявив, що ми знайдемо альтернативне решення. І сказали, що у нас є три варианта. Во-первых, це можна создати трибунал, проголосовав за нього в Генасамблеї ООН. Там решення приймаються двома третями голосів, і ні у кого немає права вето. Второй сценарій – це создати совмєстний трибунал по решенню пяти стран, які пострадали від падення Боінга. Це Нидерланды, Більгія, Малайзія, Україна, Австрия. І третій вариант – це создати, організувати процеси в національному суді одной із заинтересованних стран. Да, конечно, весомість подобного трибунала буде нижче, нежели якщо б він був созданий під гідою Совбезі ООН. Однак Амстердам полон решимости доказати всему миру, що ніхто не уйдет безнаказанно. Особенно ті люди, які віддавали приказ і поставляли оружі, з якого був збит, соответственно, малацейський Боінг з гражданськими людьми. Слушай, ну, международна новація, международна новація. Ну, тут містная. Сім'ю Шуфрича раскулачили, отобрали 37 гектаров земли стоимостью 119 млн грн. Стало известно, что решением Обуховского районного суда были удовлетворены исковые требования прокуратуры Киевской области о возвращении в госсобственность земель водного фонда площадью 37 гектар, расположенных у Козина. Апелляционный суд Киевской области и вышеспециализированный суд по рассмотрению гражданских уголовных дел оставил решение без изменений. Вот так вот, друзья. Ничего себе. Также було установлено, что люди, на которых были оформлены участки, даже не знали о наличии такой собственности. Кроме того, было установлено, что граждане, на которых, ну, все это было вообще без их ведома. Там такая махинация красивая, судя по всему, была. Ну, как красивая? Красивая. Ты знаешь, вся эта история в очередной раз свидетельствует. Если ты являешься антигероем в собственной стране, то бессмысленно рассчитывать на общественное сочувствие. Но сочувствие, о сочувствии я заговорил не случайно, потому что, когда я увидел следующее видео, друзья мои, и я понял, кому я сопереживаю на самом деле. Видео с псом, собирающее миллионы просмотров, не оставило равнодушным и ведущим программу «Утро в большом городе». Посмотрите, вот какое оно лето! Вот как это лето надо проводить! Ну, я не призываю вас валяться в танчики, я призываю вас все-таки выбирать значение на более весомые водоемы. Ванна. Ну, я так понимаю, Антон, ты уже решил, где будешь проводить свой отпуск, который у тебя начинается буквально с сегодняшнего дня. Зачем вам баня, когда есть прекрасная, как бы, комфортная ванна? Ванна. Антон будет отмечать свой отпуск, соответственно, ванне, как и отмечает, я так понимаю, Юля Заринь. Друзья, вот он про собачек рассказывал, а я вам расскажу про корову. Корова, которая отлично провела время. Ну, то есть, нет, изначально у нее были проблемы, но как она их решила, как ей их решили? Ну, в общем, смотрите, корова на вертолете. Такое вообще не каждый день увидишь. На полном серьезе. Корове было не очень хорошо. Жила она в Альпах, возможно, это та самая корова из рекламы «Шоколада». И за ней прилетел добрый волшебник в вертолете, забрал ее и увез лечиться. Ну, во всяком случае, так фермер сказал своей семье. А куда улетела наша коровка, спросил его сын. Она улетела к докторам. Они ее вылечат. А чтобы мы не скучали за коровкой, они пришлют нам колбасу, сказал дядя. Ну, ладно, ребята, хорошего вам дня. Мы продолжаем. Впереди много интересного. А я напоминаю, у нас кафе «Классик» заряжает энергией с самого утра. Удачных полетов! Друзья, более того, на самом деле, современные технологии делают наш мир ближе и теснее. Поэтому, ежели вы хотите чем-то поделиться с нами, то милости просим наши почтовые ящики на Укрнет. Готовы принимать все ваши письма, а мы будем рады ответить на все интересующие вас вопросы. И мой почтовый ящик вы сейчас видите на своих экранах, друзья мои. Ну, и в продолжении эфира, вы знаете, новость, которая внушает оптимизм, это новость о том, что Минкультура пообещала, что продолжат устраивать концерты вблизи линии фронта. Ранее был в СМИ вброшен фейк, что проект «Оружие культуры», в рамках которого украинские музыканты выступали с концертами перед военными и перед населением в зоне АТО, закрывается. Так вот, он не закрывается, и никто не собирается бросать людей наедине с бытовыми проблемами, и в том числе будет поддерживать в рамках таких вот культурных мероприятий. Не, ну это здорово, учитывая, что денег на более массовые мероприятия не очень хватает, но хотя бы действительно помогут нашим ребятам, которые там находятся в таких тяжелых условиях. И еще одно интересное, вот украинские военные и сами справляются, они создают себе настроение. В сеть попали фотографии, подтверждающие, что чувство юмора украинцев на высшем уровне. Давайте показываем. Итак, это село Пески. Бойцы сделали своими руками шуточные таблички. Солдатский душ на передовой, солдаты именуют не иначе, как «Спа-салон термы», указатель столовой, которую называют «три пескаря». Меню особенно отличное. Я когда в институте учился, было очень популярно тоже такое меню. Бойцы не упускают возможности подшутить над байками, которыми пугают боевики ДНР, так называемого, жителей Донбасса. Пункт выдачи рабов. Ну-ка, ну-ка, а еще? И как мы видим, всех рабов уже раздали, пусто на пункте. Ага, отель «Черный дроп». Да. Ну, креатив наше, все. Ну, на самом деле... Печалиться нельзя. Про капли музеев тоже прекрасная вещь. Ну, хорошо же, да. Ну, это та самая история, когда, знаете, умение относиться к тяготам и лишениям военной службы. Как бы канцелярски не звучала эта фраза. С улыбкой это то, что отличает правильного человека от человека хандры. Парк, у меня вопрос. От стингера до свингера. Это далеко? Ну, я тебе после эфира расскажу. Но, друзья мои, Антон абсолютно прав. На самом деле, одна буква может поменять не только смысл. Одна буква может сделать из человека, пытающегося выглядеть умно и весомо, откровенного идиота. Как раз таки в этом убедились наши коллеги из проекта «Антизомби», которые решили разоблачить очередную порцию фейков, которые пытались почивать Украину российские СМИ. Но не только любителями посидеть на двух стульях прославилась на этой неделе российская пропаганда. Сначала на Первом канале России, как ни в чем не бывало, выдавали обстрел боевиками Авдеевки за обстрел украинцами Донецка. Повредило мост и газопровод. Городские службы, как только закончился обстрел, начали ремонт. А потом настало время десерта по специальному рецепту, по-лугански. Внутри республики украинской стороной ведется диверсионная деятельность. В Луганске задержана группа мужчин, которые устроили базу в одном из жилых домов. Создатели мегатриллера о газовщиках-диверсантах, которые должны были раствориться в толпе жителей Луганска, в касках так Ющенко, на этот раз приготовили новую клубничку. Тайные поставки оружия сегодня стали явью во время разминирования Луганского аэропорта. Ополченцы в буквальном смысле нашли кучу натовского оружия, в том числе и американского. Оказывается, в Луганском аэропорту бравые ополченцы отыскали секретное оружие. И не какое-нибудь, а американское. Все предметы имеют маркировку, которая свидетельствует о принадлежности Департаменту обороны США. Целый вечер мудреное слово «Стингер» ласкало уши зрителей по всей огромной России. Главная находка переносной зенитно-ракетной комплексы «Стингер». Те самые, которыми еще в Афганистане душманы сбивали советские самолеты. Отчаявшись отыскать горы американского оружия, хитрые недоросы на радость к кремлевским каналам решили изготавливать его копии. Но прокололись на банальном правописании. Вот так выглядит коробка оригинального «Стингера», который стоит на вооружении армии Соединенных Штатов. Обратите внимание на надпись «Tate Loaded». А это уже новоросский диалект английского языка с очевидной ошибкой в букве. Но и это еще не все. Видимо, хорошенько накатив за свою смекалку, создатели этого фейка сделали ошибку и в надписи на самом якобы американском ПЗРК. Помещения вокруг арсенала были заминированы. Саперу пришлось обезвредить несколько растяжек. Так, из фразы «трекинг трейнер» учебный модуль в переводе получилась вот такая вот абракадабра. Всего за один вечер специалисты, еле сдерживая смех, отыскали еще массу ляпов в этом гениальном творении инженерной мысли. Но российский зритель, как обычно, увидел только вот это. Все это в заводской упаковке с маркировкой армии США. И не стоит удивляться, если после фейковых стингеров через пару недель эти же каналы отыщут там, ну, например, американских свингеров. Обязательно с портретом Бандеры в руках и натовским вооружением наперевес. И, как писал Михаил Юрьевич Лермонтов, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Ну что, друзья, в нормальных странах, если свиньи что ищут, это либо желуди, либо трюфеля. Но я знаю страну, где хрюши ищут контрабанду на полном серьезе. Реально, создали в России такое общественное движение «Хрюши против». И там такие себе хрюши в футболочках на боссу грудь третьего размера бегают по супермаркетам, чтобы находить санкционные товары. Дескать, то, что запретили ввозить в Россию из стран, которые выступили против России после того, как она захватила Крым. Вот такие девчатки бегают, находят там товары, которые, дескать, завезли незаконно. И давай на них наклейки клеить с криками возмущенными. Фу, там сыр из Австрии, мерзость-то какая. Итальянский маскарпоне, фу, кто ж ест-то такое, когда есть прекрасный рязанский вариант. Пица, четыре сыра, пашихонский, адыгейский, российский, голландский. И сверху пятый пропавший. А вообще проблема сыра с плесенью в том, что он всегда выглядит свежим, понимаешь? Да. Друзья, кстати, о продолжении эфира. Вот еще одна небольшая такая рокировочка в столице. Аэропорт Борисполя передаст новой патрульной службе Киева автомобилей убыточного проекта SkyTaxi. Об этом сообщил руководитель аэропорта Евгений Дехне. Дело в том, что перед Евро-2012 закупили 110 новеньких автомобилей Hyundai Sonata. Собирались делать централизованную службу такси в Борисполе. Но проект этот провалился, и вот, собственно, все эти автомобили уйдут киевским патрульным. И, честно говоря, это чертовски радует, потому что киевские патрульные – это ребята, за которых вся страна держит кулаки, и наша программа не исключение ни разу. Мы, конечно, радуемся, но все-таки зачем такси в аэропорте? Кто туда ездит? Кто тут? Частники же намного удобнее. Ладно, поехали дальше. По-моему, у тебя свой маленький гешефт. А? По-моему, у тебя там свой маленький гешефт. Конечно. Именно гешефт, именно в киевском, да. Всегда интересно совершать путешествие во времени, согласитесь. И вот я вам сейчас предлагаю такую возможность. Давайте мы узнаем, как за 100 лет менялась красота немецких женщин. Вот есть такое видео в сети, и время им поинтересоваться. Итак, 1910. 20-й. 30-е. 40-е. Ну-о-о. Эвана как? 50-е. Видимо, не смогли определиться до конца. 60-е. 70-е. Ну, как вы видите, они еще сейчас делят на две половины, показывают запад-восток. 80-е, это очень удивительно. 90-е. 2000-е. Ну, современность, если что, сами потом посмотрите. Друзья, я вам честно хочу сказать, на самом деле красота – дело абсолютно субъективное. И не цепляйтесь за стереотипы. Вот потому что наше общество стереотипами пронизано вдоль и поперек. В том числе и в отношении женщин, которые стоят за рулем. А чем сильный пол так боится слабого пола, который вооружен баранкой автомобильной, выясняла наша коллега Даша Селфи. Шум мотора, ощущение скорости, адреналин, пульсирующий по венам, заводит не только мужчин, но и меня. Именно поэтому я нахожусь в центре движения. И сейчас я узнаю у этих красавчиков, оставляют ли они место на дороге женщинам. Идем. Машины нравятся тебе? Да. А какие тебе нравятся машины? Эта. Скажите, ваша вторая половинка разделяет вашу страсть к гонкам? Да, разделяет, она мне очень помогает, она мне отпускает. Полностью меня поддерживает. Это мое хобби, это мне нравится, она меня поддерживает, это самое прекрасное. Отрицательно. Скажите, вот ваша девушка, вам разрешают участвовать и понимать счастье в таких гонках? Да, более того, вынуждает. Нет, говорит, где ты постоянно пропадаешь? Ты такой красивенький. А вот есть девушка? Да, есть. Волнуются, переживают? Да нет, не волнуются, что тут волноваться. А не говорит, выбирай или я, или вот это вот желтое? Так вопрос не стоит, наверное, переживает. Не ревнует красотке к этой? Нет. Теперь увидит это видео и будет говорить. Бывает. Абсолютно нет. У нас все расписано, сегодня она, завтра машина. Мужчины любят машину больше, чем женщины? Нет, ну девушек тоже любят. Для меня понятие любимое там это вот, вот она любимая, она за мной стоит. А вы пускаете свою любимую за роль этой красотки? Да, я хочу, чтобы она ездила на ней. Вообще никому не разрешаю. Конечно. Да? Боже, боже, какой он вообще. Почему вы ее не пускаете? А почему вы меня не пускаете? Мы боимся вместе. Пообещал, пообещал. То есть мужчины должны доверять женщинам автомобиль свой, да? Конечно. Иначе это чревато. А мне разрешите сесть? Конечно. Можно я сейчас сяду? А можно я проедусь? Ну, не быстро. Класс, спасибо большое. А вы участвуете в гонках? Да. А как муж относится к таким пристрастиям? Я не вижу проблемы. Гонщику привет! А вот как вы относитесь к высказываниям, что девушка на дороге – это как обезьяна с гранатой? Плохо отношусь. Если кто-то что-то плохо делает, нужно этому научить. Бывает, мужчины похлеще. Не поддерживаю, скорее всего. Разные же девушки бывают, по-разному ездят. Вы считаете, что блондинка за рулем – это опасно? Она у меня блондинка. Вика, привет! Есть и мужики такие, которые не могут управлять автомобилем. Моя девушка водит очень классно. Лучше меня даже. Я приглашаю тех мужчин, которые говорят, просто прокатиться со мной. Чаще всего женщины, боясь создать ДТП, ездят гораздо аккуратнее, чем мужчины. Значит, мужчины, которые это говорят, кто они? Ну, это нехорошие мужчины. Игодейки. Те мужчины, которые говорят, что женщины – это обезьяны с гранатой, они сами обезьяны. А вот культура на дороге должна быть какая-то? Мужчина-женщина разделяем это? На самом деле нет. Мужчина-женщина культура здесь не должна разделяться. Здесь должно быть все абсолютно одинаково. Они на дороге, на равных правах. Стараюсь стороной проехать. Если едет девушка, она наглощимится, не обязательно ее пропускать? Блондинка за рулем, о господи, о боже. Нет, так же в этот момент мог и блондин за рулем быть. Когда видите девушку, у нее наклеечка, туфелька, вы уступаете ей, место пропускаете, боитесь, думаете, ой, ну лучше пропущу. Не боюсь и пропускаю просто, если это просто девушка. В общем, женщина за рулем, это прекрасно, да? Сто процентов. Сегодня мужчины меня удивили. Они опровергли слух о том, что женщина за рулем, это как обезьяна с гранатой. Да, конечно, были и такие. Но это их проблемы. Целую вас, мои хорошие. До встречи. Ой, Даша Калялька, конечно. Великолепная Даша. Друзья, есть два момента, которые нам остается вам сказать. Во-первых, по данным синоптике в Киеве сейчас плюс 19, в нем до плюс 24 вечером возможен дождь. Второй момент, это то, что мне остается проводить тебя в отпуск. Я ухожу в историю, нет, в мифологию, нет, в отпуск, а все равно. Куда ушел, туда ушел. Хорошего вам всего, друзья. Это было «Утро в большом городе». КОНЕЦ